Главная новость дня. Президент России Владимир Путин заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы, которые пройдут в марте следующего года. Это решение глава государства озвучил во время встречи с работниками завода «Газ» в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода. И вот как это было. Владимир Владимирович, так сделайте же нам подарок. Огласите свое решение. Ведь мы за вас. Газ за вас. Так ведь автозаводцы? Давайте вместе. Газ за вас. Газ за вас. Газ за вас. Газ за вас. Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok страной появилась в нас, в россиянах, благодаря мудрой и открытой сильной политике Владимира Путина. Именно поэтому его сегодняшнее решение не только потому, что во многом определит ход избирательной кампании, но и будущее России, а значит, каждого из нас. На вопрос о своем участии в выборах Владимир Путин уже отвечал сегодня на церемонии награждения победителей ежегодной премии «Доброволец России». Правда, тогда обещал подумать. Гостями торжества стали около 15 тысяч волонтеров из 85 регионов России, которые внесли значительный вклад в развитие добровольческого движения. В том числе и делегация Карачао-Черкесии в составе трех активистов. Владимир Путин наградил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал Максим Токарев, руководитель волонтерского проекта «Сохраним Байкал». Глава государства отметил важнейшую роль волонтерства в жизни страны на протяжении ее развития, упомянув, что во время Великой Отечественной войны его отец пошел на фронт добровольцем. Кроме того, Владимир Путин раскрыл тайну, чему будет посвящен наступающий 2018 год. Убежден, именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. Привет. А это значит, что нам с вами по плечу любые самые сложные задачи. И в этой связи предлагаю объявить 2018 год годом добровольца и волонтера. Это станет признанием ваших заслуг перед людьми. перед самыми простыми нашими гражданами, которым вы оказываете помощь и поддержку. Оценкой вашего колоссального вклада в развитие нашей страны. Это будет ваш год. Год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России. Спасибо вам.